Конечно же ожидалось, что прогресс, достигнутый в результате прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией, не понравится реваншистам в Армении. Потому как в их планы никогда не входило, чтобы две стороны пришли к соглашению и сделали шаг вперед в направлении мира. Ну что ж, долго ждать не пришлось Дашнаки, которые на протяжении всей истории делали все для вражды между двумя народами, спустя один день начали вылезать из своих нор. Некий Армен Рустамян решил внести коррективы в процесс урегулирования Азербайджана-армянских отношений, то есть вбросить очередную порцию сомнений и недоверия в и без того непростое положение дел. И если учесть, что этот Рустамян является Дашнаком и представляет блок Армения, состоящего из партий Дашнак Цутюн и Возрожденная Армения, под предводительством экс-президента страны Роберта Кочаряна, то все становится ясно как божий день. По коллективному мнению Дашнака Рустамина, Азербайджан не сделал ни одного заявления о признании 29 800 квадратных километров территории Армении. Об этом он заявил в парламенте в беседе с журналистами. Армянский парламентарий уточнил, что он не слышал ни об одной уступке со стороны Азербайджана, в то время как Армения постоянно уступает в одностороннем порядке. Странно, что Рустамян выступил с такими измышлениями на следующий день после того, как Азербайджан и Армения распространили совместное заявление. Совместное, они одностороннее. И в качестве подтверждения своих намерений Азербайджанская республика освободила 32 армянских военнослужащих. Что это как не уступка. В ответ на этот жест доброй воли республика Армения совершила аналогичные действия в отношении два азербайджанских военнослужащих. Но похоже Дашнак из парламента Армении недоволен. Переговоры между двумя странами могут состояться после того, как азербайджанские войска будут выведены с армянских территорий, настаивает Рустамян и называет цифры. Об этих 200 квадратных километров, находящихся под контролем Азербайджана, твердил еще глава МИД Армении Арарат Мерзаян. На что всегда есть, что возразить, не правда ли? А Дашнак и министр не забыли случаем о семи контролируемых Армении селах Газахского района и селе Анклавина в Чуванской автономной республике. Если уж вести разговоры в русле уступок, то речи Рустамина явно свернули не в ту сторону. Относительно вывода азербайджанских войск села территории Армении хотелось бы уточнить у Кочаряновского сторонника, где начинается и заканчивается граница между Азербайджаном и Арменией. Интересно, знает ли Седовлас и Дашнак о том, что до сих пор граница между двумя странами неделимитирована и недемаркирована. Или он, как и прочие оппозиционеры, в качестве политического оружия выбрал шумовой эффект при полной некомпетентности. Честно говоря, выглядит не солидно. Еще вчера в совместном заявлении Азербайджан и Армения договорились продолжить переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призвали международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь южнокавказский регион. И это сразу же не понравилось Дашнакам и реваншистам, но было встречено с энтузиазмом и одобрением цивилизованным миром. Думаем, неверно будет утверждать, что абсолютно всем армянам не нужен мир между Азербайджаном и Арменией, вспоминая внешнее влияние диаспоры и проармянских сил. Но справедливо будет отметить, что внутри самой Армении никак не унимаются дашнакские выкормыши, мечтающие о мести за провал Миецеума. Хочется подчеркнуть специально для Рустамина и, в его лице, остальных дашнаков, что упомянутый и признанный премьером Николом Пашиняном 86 600 квадратных километров, это не уступка со стороны Армении, а международно признанная территория Азербайджана.